Прекрасные человеки на красном диване Прекрасно диванные разговоры Ребята, которые основали Game Conference Армения Ну, для начала, доброе утро Доброе утро Как дела у вас? Как настроение? В отличие от меня и академика Макарчана Которые в последний раз играли в компьютерную игру Когда собирали яйца Нет, почему? Тетрис, опять же, шпиг О! Это ты сейчас реверант в сторону президента нашего, да? Он тоже играет в Тетрис? Он придумал Тетрис, Дима Ах, вот оно, да ладно Прохладно Это наш президент придумал, а не ваш Так, человек голосовал за Путина Туркмен Баши Туркмен Баши придумал все остальное Туркмен Баши Ребята, итак, что за Game Conference Армения И как с видеогеймингом в Армении обстоят дела? Вот поэтому и мы организуем этот Game Conference Армения Потому что у нас дела как бы в Армении Ну, так, средненько, да? Мягко выражать По сравнению с Южной Кореей, да? Ну, да Ну, вообще-то мне вне конкуренции с Южной Кореей Да, да, да Но Game Conference Армения, ну, идея пришла, потому что мы как бы хотим, чтобы Армения стала силиконовой талиной разработки игр Для геймеров или для людей, которые создают? Для людей, которые создают И, ну, для геймеров тут надо уже менталитет поменять Потому что в Южной Корее, если... Да Один из твоих сыновей или дочерей не игрок, значит, это все... Не корейцы Да, да, это не корейцы ты пошел Слушайте, но сейчас силиконовая такая долина, это Белоруссия, да? Если я не ошибаюсь Да, да, именно Они крупнейшие разработчики на постсоветском пространстве Все начиналось с Танков Роллс, ну, и затем и т.д. и т.п. Ну, да, не только Белоруссия, но и Украина Украина тоже? Да, да, да Только Украина, там у них спортсмены тоже есть Геймеры Международного уровня? Да Да Кстати, был недавно турнир И кто самый крутой сейчас? О, самый крутой, это... Ну, это относительная история Что значит? Когда, где играют Во что играют? Да, да, это очень важно Понятно, если играют в Китае, наверное Дима, если играть в Тетрис Потом мы с тобой А в Тетрис, наверное, тоже до сих пор играют? Да, естественно Там еще в Ярд Тетрис придумали, да? С очками так Дима, я знаю человека, который до сих пор в Тетрис играет в туалете Так что он здесь, наверное, находится сейчас Среди нас Но неважно А, я понимаю Понимаю на кого-то Гайка Арман, скажите, пожалуйста А вот почему такая странная история? Вообще Армения достаточно продвинутая в области IT Мы пишем программы для Apple, для Samsung Для Nokia Я там, черт его знает Запускаем космические корабли в космос и так далее А вот видеогейминг, почему нет? Так много ребят у нас Так много компаний Так много стартапов Чем это связано? Ну, насколько я видел То есть я уже в этой индустрии, наверное, 6 лет Где-то Играю с 3 лет Какая первая игра была? О, я даже не помню В 4 года мне приставку купил отец Так Это 96-й год 96-й Это Nintendo, наверное Или PlayStation 1 А, да, уже крутой Прям, да Ну, я не помню, во что Ну, отец играл, я смотрел Потом я начал играть Там в Crash Bandicoot Tomb Raider И все такое Ну, потом вот так получилось Что я свое хобби Как бы превратил В то, что я делаю сейчас То есть я разрабатываю игры Ну, в Армении То, что я видел Это мы очень много Ну, не даем открыться своему Ну, скажем Потенциалу И фантазии, да Потому что мы хотим копировать То, что уже сделано Уже сделано И очень-очень продается, да Мы увидим, насколько продается Давай скопируем это Может, у нас тоже получится Так, но Добавлять элементы И все такое В игру Плюс К этому всему У нас Как бы в Армении Нету Школы, чтобы Ну, тебя учили И как разрабатывать, да Ну, конечно Там с 90-х Никто не учил Там ребята делали, да И у них получалось Потому что тогда Не было Трендовых игр Тогда не было Интернета такого Вот быстрого Чтобы информация Разлетелась Во всем мире Поэтому У них копировать Как бы Тогда Не смогли бы Копировать что-то Да А сейчас Столько информации Да И даже топовые Компании Там копируют У друг друга Так что И поцелый шпионаж Да, да, да Скажите Так Хорошо То есть Идея основная В том, чтобы Сделать так Чтобы в Армении Заинтересовать людей В основном Молодых Которые Могут Этим заниматься Начинать Разработывать Разрабатывать Видеоигры И не только И не только Почему? Потому что я Знаю много Ребят Которые Там себе В комнате В своей квартире Создали Бункер Такой И не вылезают Они разрабатывают Игры Но там Не только Игру Разрабатывать Надо Там еще Есть Вторая часть Марлезонского Балета Продать Эту Это Продать Монетизировать Так А маркетинг Игра Это бизнес Все-таки Это бизнес В конце концов Скажите То есть Мы говорим Сейчас Об игре Именно На приставках Или Это Игры Например Вот В телефоне Немобильные Игры Кстати Скажу В нас же Вела Одна Игра Которая Неплохо Продавалась Года Два Назад Они Прорвались Ребята Заработали И зарабатывают Но Какая Эта Игра Прошла В мире Вообще Конечно Они Были Вторыми По Продажам Apple У них Было Много Там Номинации Все Такое То есть Одом Матик Это Скажем Одна Из Очень Немногих Игр Которые Армения Шадо Матик Можно Связывать С друг С другом Еще Был Аквапарк Это Было Где-то 6 Наверное В прошлом Году Трое Разработчиков Сделали Аквапарк Ио Для Вуду И Это Продалось Ну Не Продалось Как бы У них Был Free To play То есть Бесплатно Это Было Но Разлетел По Всему Меру То есть Потенциал Есть Правильное Русло Очень Большой Потенциал В Армении Конечно Поэтому Хотим Как бы Цель Гейм Конференса В чем Чтобы Собрать Всех Игроков И Разработчиков Игр В одном Месте Чтобы У них Был Как бы Они Общались Друг С другом Обменивались Идеями Может И Еще Мы Приглашаем Почти Ну Да 9-10 Человек Иностранцев Которые Уже Ветераны Там В Гейм Индустрии Для Мастер Класса Это Люди Которые Разрабатывают Разрабатывают Разрабатывали Первый Это Продюсер Ассасинс Крида Ассасинс Крида Это Франшиза Юбисофт Это Очень Популярно Он Полуармянин Кстати Да Француз Армянин Стефан Ассатурян Зовут Ну Ассатурян Да Уже понятно Он Придет Будет Лекция По этому поводу Как Разрабатывать Как Продать И все Такое Еще Это World of Tanks Человек Из Беларуси Они Являются Лидерами 18 19 Апреля Дорогие Друзья Состоится Мероприятие Рэдисон Блю Отель Для того Чтобы А как Вообще Приходить Нужно Любое Желающее Или Как По Не Любое Желающее Потому Что Если Честно Я Очень Много Такого Видел Что Если Бесплатная И Вход Бесплатный Там Начинается То есть Нужно Купить Билеты Продажа Начнется Следующей Недели Странички Фейсбуке Есть Еще Можно Найти Итак Еще Раз Game Conference Армения Забивайте В интернете И В общем То Можете Купить Билеты Если Вас Интересует Тема Какие Самые Популярные Игры Сейчас В мире Можно Так Сказать Есть Три Самые Популярные Игры Самые Популярные Окей Скажем League of Legends Dota 2 Еще PUBG Ну Counter Strike Это Уже Устарело Устарело Хорошо Вот Разработчик Counter Strike Который Устарело Чувак Один Сколько Реально Дедик Он Может Поднять Или Поднял Не Контер Скажу Фортнайт Это Самое Популярное Сейчас Потому Что Они Как Бы Нацелены На Детей Потому Что Красочная Игра Стрелялка Но Красочная Там Строишь Не Такая Страшная Принцип Это Как В Голодных Играх 100 Человек В Одном Месте Убивают Друг Друг Один Выживший Один Выживший Хорошо Сколько Детская Детская Год Epic Games Который Разрабатывал 3 9 Миллиардов Долларов 3 9 Миллиардов Долларов То есть Это Четко Досталось Равеню Вот Такой Был Да А сколько Времени Нужно Чтобы Такую Игру Придумать Создать То есть Написать Сценарий Разработать Дизайн Звук Смотря Смотря Как Для таких Игр Пишут Саундтреки Самородок У Которого Просто Нет У Этих Самых Вот Такой Один Майнкрафт Сделал Один Чувак Один Чувак Продал Майкрософт Очень Много Денег Ну Вот Вы Затронули Тему Которая Волос Преносхищала Следующий Вопрос Есть Два Пути Вообще То есть Ребята Сами Разрабатывают Сами Занимаются Маркетингом Сами Продают Есть Второй Тип Людей Скажем Так Чуваки Которые Что-то Придумывают А потом Какие-то Гигантские Конфорации Или Монстры Приезжают И покупают Выкупают Игру А потом Сами Зарабатывают Деньги По какому Пути Правильнее Идти Как считаете Вы Или Они Оба Правильнее Если Честно Смотрю То есть Если Вы Делаете Мобильные Игры Мобильные Игры Там Проблема В том Что Очень Большая Конкуренция Миллионы Каждый День Наверное 100-200 Игр Но Выпускают Новых И в Трендинге Чтобы Быть Это Понятно Что Если Мобильная Игра Лучше Чтобы Тебя Какой Монстр Купил Apple Google И для Этого Необъектно Заканчивать Скажем В этой Политехники То есть Я Химический Закончил Пожалуйста Арман На Рекламу Учился Юный Химик Юный Химик Набор был в детстве Юный Химик Да Наверное А нет Уже Нет Так Хорошо Хайка Арман Что Разработали Вы Какие Игры И сколько Денег Заработали Ну Вообще Мой Путь Ну Денег Заработали Это Я Как бы Компании У меня Нет Еще Но Я Начал С другом Делать Модификацию Игры Starcraft 2 Где-то Шесть лет Назад И Ну Это Смотрите Starcraft 2 Это Стратегия В которой Ну Это Blizzard Разработали В которой Можно модифицировать Игру То есть Ты можешь Свою версию Там В аркаде Запустить Ну Карту Параллель Другие Другие Могут Играть В эту Карту Так что Мы Как бы Запустили Stormcraft Armies Называлось И Через Полгода Мы были В трендинге В этом Аркадном Трендинге Где-то Две Недели Первое место Стратегий То есть В Соединенных Штатах И в Европе Так После этого Я поступил В Frismos Это Компания В Армении Мобильные игры Делают Делают Как бы Тамагочи Скажем Да То есть Ты У тебя есть Щенок Ты его Развиваешь Еще Кормишь Да Кормишь И все такое Я с ними Запустил Три игры То есть Dogtown Называлась Игра Про собачек Еще Legends of Olympus Которая Легенда Олимпа Да Тоже были Такие монстры Которых Ты Разбивал И все такое И еще Был Экономический Conquest Так назвать Economic Conquest Которая была Стратегия Но мы Его Оставили Потом Сфокусировались На этом Вот сейчас Надо Про коронавирус Кстати Про коронавирус Там был 2011 Plague Inc Была Игра Которая Ну В чем Заключалось Это Смысл Играет То есть Ты Должен Разрабатывать Вирус И По всему Миру Ты должен Так сделать Чтобы Этот Вирус Максимально Распространялся Распространялся Да То есть Предугадали Это В Китае В Китае В Китае Которым 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 Чего-то Не Хватает Или Например Ну Хотят Купить Себе Новую Приставку А у Родителей Денег Просить Западло И Надо Заработать Деньги Хорошо Вообще Таки Первое Это Банально Развучит Но Это Желание Ну Хорошо Желание Желание И Любовь К Играм Почему Я так Говорю Потому Что Если У тебя Есть Любовь К Играм Ты Программирование Ты Геймдизайн Ты Всему Научишься Потому Что Научиться Можно Всему Но Любить Игры Не Можно Научиться А Чтобы Любить Игры В них Надо Играть Какой Личный 15 лет World of Warcraft Это Мир Warcraft Вам Снились Такие В эту Тему Да нет Мало Играл 15 лет 15 лет Играл World of Warcraft Еще Там Тысячи Часов Где-то В Marvel Heroes Поиграл Это Ну Эту Игру Там Запретили Но Правильно Сделали Потому Что Мы знаем Случаи Когда Кто-то Играл И Потом Умер От Истощения Потому Что Вы Посоветуете Порекомендуйте Родителям Которые Сейчас Воюют Со своими Детьми Которые Живут В этом Мире Виртуально Бить По рукам Не Бить Есть Золотая Середина Подключать Электричество Если Честно У нас Там Есть Специальный Топик Именно Для Родителей Да Доктор Психолог И Проектор Германского Государственного Университета Ильна Асьян Будет На конференции Будет Говорить О том Как Игры На самом Деле Влияют На Детей И Как Влияют И Как Влияют Это Очень Субъективно Почему Это Каждый Человек Ну Скажем Алкоголь Как Влияет На Человека По-разному Может Может Кто Выпить Все Нормально А Кто То Все Такие Зависимости Вызывают Ну Нынешние Игры Есть Ну Есть Игры Которые Так Делают Чтоб Ты Был Зависим Но Это Исходит От Человека Если Он Предрасположенность Должна Да 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 Если Есть Это То То Да Я думаю Что В общем-то Золотая Середина Там Если Вы Можете Благодаря К этим Самым Компьютерным Или Видео Играм Вы Можете Какую Дополнительную Дополнительные Знания Дать Своему Ребенку По Истории По Географии Да Эмоции Знания Чего То Научить Его Так Что Для Меня Игра Это Как Интерактивная Книга То Есть Если У Него Есть История Значит Для Меня Это Все Это Топ То Есть Я Играю В Сериал Ну Тем Более Графика Уже Такая Что Как В кино Вот Именно Ну Конечно Да Есть Игры Которые Затягивают Ясно Ну что ж Еще раз Напоминаем Что 18-19 Числа В Редисон Блю Отеле В Ереване Состоится Первая Гейм Конференц Армения Очень много Гостей Будет Также Из-за Границы Вот Из ведущих Стран Которые Производят Игры Производители Мамяна Спасибо большое Что Нашли Вышли Из Виртуального Мира Пришли К нам Сейчас Опять Уйдете Виртуальный Мир Где Интереснее Ну Я Под Дурацкий Виртуальный Мир Дима Там Нет Дурацких Вопросов Не Скажи Иногда Бывают Такие Ситуации Вот Ну Что Спасибо Большое Что Действительно Пришли Спасибо Что Решили Вот В Армении Поднять Этот Огромный Пласт Скажем Так Культуры Современной Бизнеса Маркетинга Вот Культуры Креатива Да Потому что Для этого Не нужно Строить Заводов Не нужно Портить Окружающую Среду Вот Нужно Сидеть Думать Работать И при этом Зарабатывать Денежки В общем-то Мировая история Последних Десятилетий Показывает Что это Возможно Некоторые Даже Стали Очень Очень Балов Очень Даже Спасибо Ребята Спасибо Удачи вам Мы уходим На песню Нет Мы уходим На рекламу После которой Будет Группа The Chemical Brothers Ну а потом Все остальное Chemical Brothers Писали Саундтреки К некоторым Ну Завтра Конечно От такой группы Стоит этого Ожидать Доброе утро Встречаемся На Game Conference Это будет В апреле Доброе утро